Почти 3 миллиарда рублей дополнительно может сэкономить Самарская область, сократив расходы на содержание управленческого аппарата. Об этом сегодня говорили на совещании с главами муниципальных образований, которые провел губернатор Николай Меркушкин. О необходимости оптимизации властных структур глава региона не раз говорил в ежегодном послании. Речь идет о тех случаях, когда многие ведомства дублируют друг друга, а работают в них друзья, сватья и кумовья. Такая ситуация приводит к тому, что в Самарской области тратится на содержание власти больше, чем у соседей. Хотя эти деньги могли бы пойти напротив, на повышение эффективности работы власти. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время, еще на 3 миллиарда сократиться. Поэтому оптимизация качества в итоге госслужащих и, как главный итог, эффективность власти. Потому что это базовые условия развития. Деньги, необходимые на социальные программы и строительство важных объектов в областной исполнительной власти, сокращения уже прошли, равно как и в целом ряде муниципалитетов. В администрации губернатора разработаны рекомендации для глав городов и районов при формировании штатных единиц. Причем сокращения не коснутся учреждений образования, культуры, спорта, а также многофункциональных центров оказания госуслуг. Максимальный объем расходов на муниципальное управление на 2017 год будет доведен сегодня до каждого муниципального образования индивидуально. На основании этой информации органы местного управления должны представить планы по сокращению расходов до 6 февраля 2017 года. Таким образом, в целом, по Самарской области сокращение расходов на государственное муниципальное управление составит не менее 2 миллиардов 870 миллионов рублей. Сегодня говорили и о других резервах пополнения бюджета, которые пока в Самарской области используются недостаточно. В частности, речь шла об акцизах на алкоголь. Регион пока в числе отстающих, и это говорит о наличии мощного теневого рынка нелегального спиртного. Кроме того, более эффективными должны стать и меры социальной поддержки граждан. В 2016 году на это было потрачено более 19 миллиардов рублей. Из них только 4 миллиарда с учетом нуждаемости. Хотя именно этот критерий должен становиться основным при начислении выплат малоимущим. Причем размер этой поддержки может быть увеличен за счет того же сокращения властного аппарата. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.